Здравствуйте! Меня слышно или нет? Всем здравствуйте! Теперь слышно? Здравствуйте! Звук слышно? Подскажите, пожалуйста! Спасибо! Всем здравствуйте, друзья мои, дорогие мои! Всем спасибо за поддержку! Всем спасибо! Я очень благодарна вам за поддержку! Я бы хотела немножко вкратце провести прямой эфир для русскоязычной аудитории, которую я уже вчера обещала. После процесса у меня не было времени проводить прямой эфир. Так. Судебный процесс по мне идет с обвинительным уклоном. То есть судья Байтурова не хочет разбираться, кто виноват, кто нет. Слушатели, мы вчера прослушали аудиозаписи с 24 февраля 2018 года, где я говорила в чате активистов ВК. То есть там, по мнению слушателей, которые приходили в судебный процесс, там ничего такого абсурдного нет, чтобы меня обвинять по статье 179 часть 2. Но эксперт Рабилов дает заключение за номером 679. То есть в моих словах присутствуют призывы к свержению власти насильственным путем. Вот. Что еще могу добавить? Были со стороны, были приглашены свидетели со стороны обвинения, пятеро свидетелей. Они все явились, они были опрошены. Среди них был Кадиев. Кадиев, конечно, сам признался, что дело, расследуемое дело идет по политическим мотивам. Что еще могу сказать? Ембергенова, Алия Ембергенова, которая донесла, написала заявление на нас, сказала, что написала заявление на ники Айкена Самурай Лидер. Но из этих ников знает только лидер. Ник Лидер ее узнала. Там сидела женщина по имени Тату Гульмуханова, только ее она знает. А нас она вообще не знает. Ну, по крайней мере, на нас возбудили уголовное дело. Но Тату Гульмуханова, хотя у нее тоже провели обыск дома, изъяли 23 листовок с таким же призывом, но на нее не возбудили уголовное дело. А те, кто вообще не занимался листовкой с проклейкой, на нас возбудили уголовку и завели вот такие страшные статьи. Вообще непонятно. Мне непонятно одно, почему они взялись именно за супружескую пару, да? Мужа посудили, посадили на три года, да? А теперь меня судят по страшной статье, как будто они поймали семью каннибалов. Да. Самое главное, Кадзиев признался, что это политизированное дело. Я вам скажу, хотя мы с адвокатом дали ходатайство, чтобы был приглашен в судебный процесс Ержан Бесенбаев, то есть сотрудник КНБ, нам отказали, почему-то ссылаясь на то, что мы не можем опросить данного человека, потому что его нет в деле. Кадзиев заверяет, что его не знает, хотя он присутствовал в обыске, в личном обыске моего мужа, в личном обыске моего супруга и когда они приходили домой. Я вам скажу, почему меня судят. Это дело принципа, принципиально они делают, потому что Ержан Бесенбаев неоднократно мне говорил, не делая резких движений, не пиши никуда, сиди, не говори никому, просто оказывал давление. Я же женщина, как я могу сидеть тихо, все глотать, то есть я не могла просто все это проглотить, понимаете? Когда мужа вот так вот просто напросто взяли и посадили. Когда уже мы даже не знали о чем, почему ему поставили статью 179, потом когда мы уже начали, я сама начала изучать уголовный материал по супругу, увидела, там вот эта фейковая листовка, там алгадовика, который ему уже подбросили. Там же оказалась вот эта срока, которую они сами туда пришпандопили. Призыв, радикальный призыв. Вот такие дела у нас творятся. Я вам скажу, у меня вчера был вопрос, какой же вопрос был? Есть ли улучшения? Улучшения я не вижу. Смотрите, 24-го был аудиозапись с моей стороны в чате Активист ДВК. 24-го я написала вот эти сообщения и аудиозапись с моей стороны. 5-го марта Ембергенова Алия пишет заявление на нас. 6-го марта к нам домой приходят с обыском. 13-го марта выходит решение Есейского районного суда, что ДВК является экстремистской организацией. И что еще? 26-го июня на меня возбуждает уголовное дело 17 января 2019 года. Приобщает к моему делу решение Есейского районного суда. Это вообще что такое? То есть я же все равно не подпадаю вот под эти статьи. Я не понимаю, о чем они думают. Я могу уверенно сказать, что структура КНБ, ДВД, прокуратура, судья, они все связаны, взаимосвязаны. Сколько не меняй прокуроров, не давая отвода судье за прокурором, по-любому ничего не изменится. Система одна, система одна. Корень одна-то. Вчера в мое отсутствие, когда мы с мамой были на судебном процессе, мои дети провели прямой эфир. Я сама была в шоке, хотя я им ночью объяснила, что может произойти, если меня закроют. Но дети, конечно, они рано повзрослели, да, потому что мне эфир прервали, не смогла до конца. Вот я рассказала вкратце, что происходит в судебном процессе. Я могу и завершить мой прямой эфир. Я на казахском языке потом расскажу. Так как я не в совершенстве владею русским языком, смогла как-то донести, думаю, смогла как-то донести о ходе судебного процесса. Честно, я не в совершенстве владею русским языком. Лучше я на казахском языке расскажу вам, друзья, хорошо? Всем спасибо за внимание. До свидания. Я вас очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok